Доброе утро, дорогие друзья! Я наслаждаюсь жизнью на даче и готовлю на завтрак любимое блюдо из кабачков с перепелиными яйцами. Итак, мы вырезаем из кабачков серединку. И теперь мы будем сначала на сковородке их обжаривать с одной стороны, потом перевернем и в серединку мы поместим каждое перепелиное яичко и поместим в серединку. Вот наши кабачки поджариваются. А мы пока приготовим зелень, мелко нарубим ее. Ну вот, наше блюдо готово. У нас получилось даже две порции. И у нас гости. Ко мне пришла соседка Светлана, с которой дружила еще моя мама. Музыку сада. Потому что вот мне очень нравится, как у нас жабы, как сверчки. Ну просто замечательно. Стрекозки. Да. Ну просто вообще замечательно. Птицы. Птицы у нас столько. Все-таки у нас такое экологическое место. Просто потрясающе. У нас столько всего. А у вас, кстати, ящерица есть на участке? Да, конечно. Светлана, как вы себя чувствуете в моем спа-салоне? Сейчас такая жара, 32 градуса на улице. И как вы себя чувствуете в моем спа-салоне в Туях? Я чувствую себя очень, очень хорошо. Главное, что здесь запах приятный. И он целебный. Потому что Туя хорошо очищает воздух. Это первое. И второе там прохладно. Наверное, на несколько градусов ниже, чем в атмосфере. Если тут где-то 30, то там плюс 25. Самый больше. О! Дом был двухэтажный. Рушится он. Посмотрите, остался первый этаж. Я вот сейчас буквально пришла заснять последнее, как его разбирают. Вот. Теперь уже будут новые хозяева. Все будет по-новому. И вот, посмотрите, просто ради интереса наш какие-нибудь большие участки. Все это всего 4 сотки. Жизнь. Жили люди. Проходила жизнь. Рождались дети. Ну, а теперь, видите, дома не будет. Начнется новая жизнь с новыми хозяевами. Осталось от дома полторы стены. И фундамент. Люди делали для себя, думали жить долго-долго. Дети, внуки. А получилось так, что продали дом. В доме еще была паркетная доска. Я вам покажу. В общем, очень старались. И было, конечно, очень красиво. Но, к сожалению, через два дня об этом доме уже никто не вспомнит. Следов не останется. Кирпичом отделывали. Да, вот так вот. Ну, а вот паркетная доска, о которой я вам говорила. Видите? Стирированная. Какая красота была в доме. Можете себе представить. Были шикарные полы. Вообще сказка. Ну, сейчас они уже под дождем были. Немножко изменились. Но вообще, конечно, в доме была красота. И такие, как полы, было все на таком уровне. Кроссовки детские. Вот так вот. Ладно, мне досталось растение. Я вам его покажу. Которое здесь вот. Покидаем площадку. Пока-пока. Хочу немножко сказать об этом клематисе. Этот клематис у меня молодец. Достоин вообще всяческих поквал. Потому что он был пересажен в самую жару. 28 градусов. Когда у нас вообще не было совершенно дождей. Три недели. И он это все благополучно перенес. И он здесь появился. Потому что соседний дом разрушали. И цветы эти никому не нужны были. То есть это отдал. Но отдал вот в такую жару. Что мне пришлось испытывать его на прочность. Но пока он выдержал. Не знаю, что там будет на следующий год. Но вот это жаркое лето он перенес. И спасибо ему большое за это. Такая дикая жара. Как раз можно уже и съесть кусочек арбуза. Мне кажется, самое милое дело. Это то, что надо. Да. Жарко, да? Ужасно. Ужасно. 27 градусов тени. Уже три недели. А на солнце 32. Да. Как ужасно. Засуха страшная. Все мы ждем дождя. Ну, арбуз хорошо очень. Мы все ждем дождь. Мы изнемогаем от жары и ждем дождь. Начало августа. И цветет солидага. И на ее прекрасные соцветия, такие ароматные, слетелись насекомые. Слышите, это спешит электричка, которая везет измученных зноем людей из города на их дачи. Ну и на дачах жарко. Мы ждем дождя. Слышите, это спешит электричка, которая везет измученных зноем людей из города на их дачах. Слышите, это спешит электричка. Попробуем на жарко. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok